У девочки сделана стрижка под катюлель, но она обросла и поэтому выглядит в общем-то неопрятно. Укладывать совсем не сложно, если воспользоваться утюжком и маленькой плоечкой. Управляем волосы. Сначала работаем с височной зоной, лишние волосы закалываем. Проводим утюжком и вниз немножечко подкручиваем. Утюжком проводим и вниз немножечко подкручиваем. Волосы сухие и очень сильно рассыпаются, тем более необходимо делать укладочку, чтобы было красиво. Утюжком выпрямляем неровности и вниз подкручиваем. Довите, ложится уже красиво. Вниз подкручиваем. Еще магнитин добавок. Раз. Раз. И волосы легли. Вот эта часть тоже. Раз. И вниз немножечко. Волосы загибаются очень красиво. Так. Здесь сильно не можно прогибать, потому что эти волосы будут продолжаться длиннее. Отчесали пробор и оставшиеся пряди продолжаем укладывать. Эту прядь можно посильнее подвить, потому что она верхняя. Прядь челки закрутите с самого начала. Вот таким образом. Здесь тоже немножечко. Видите, как ложится красивая укладочка. Перейдем на другую сторону. Эту часть челочки нужно подвести вниз. Прямо. Замечательно получилось. Заканчиваем. Тут можно подавить только верхние пряди. Потому что нижние лежат прекрасно. Вот так вот. Вот тут на макушке немножечко топорщится. Расческой по чистым волосам можно как можно меньше пользоваться. Вызывает намагничивание. Вот такая у нас получилась симпатичная укладочка. Теперь, чтобы его немножечко украсить, мы возьмем плойку. Плоечкой гофре. Раз. Два. И здесь немножечко. Вторую прядь гофре делаем на этом же уровне, что и первая прядь. вот здесь вот немножечко как продолжение. Так. Сзади волосы лежат прекрасно. Поэтому ничего делать не будем. Закрепляем сухим лаком. Почему сухим? Потому что волосы после использования сухого лака натуральные. Они не слипаются. И легко снимается лак расческой. К тому же можно поправить расческой. И лак на волосах остается. Вот такая вот укладочка спокойно доживет до следующего утра и ребенок пойдет в школу красивым. Улыбнись ребенок. Улыбнись ребенок. Улыбнись ребенок.